Прибыль получается в какой-то городок гномов, взлётная полоса, и давайте сдадим квест, кстати, а кто нас сюда послал? Ага, на взлётной полосе. Не помню, кстати, кто это был, но ладно. Так, ага, тут лифт я потерял. О, как хорошо, ответили, наверное, нам нужна твоя помощь на севере и на взлётной полосе. Блин, не помню, реально, кто это дал. И вот этот чел, в честь которого эта полоса, видимо, и названа, выкрути... разгоняйла. Окей. А, наконец-то, не попрыгал пришло... А, не попрыг, точно, был такой. Ну, я не помню, где он был. Пришло на ум прислать помощь, как нельзя вовремя. Не могу не отметить. А, что ж, добро пожаловать, брат, мы отчаянно нуждаемся в твоей помощи. Блин, от небопрыг я помню имя, а вот кто это был, не особо. А, механогномы. Механогномы уже? Они же только в БФА появились. А теперь, когда ты здесь, пришло пора рассказать тебе, что к чему. А когда выслушаешь мой рассказ, ступай наружу и отыщу моего заместителя, Аджинки Гайковорот. А впредь за это отвечает она. Липтик уехал, Аня. О, кстати, хороший лифт, он быстро начинает ездить. Так, хозяйка-то верный. Можно... Наверное, не буду это делать. Так, куда мне? А, выслушайте рассказ сначала надо. Ай, зря уехал. Чем могу помочь? Я сейчас по горло занят, воина. Чем могу помочь? Скажи, что здесь происходит, выкрутить. Ладно, садись. Не могу. Не, на что? Это может занять... Сейчас, стоп, сейчас. Это может занять какое-то время. А когда мы прибыли в этот ледяной ад, генерал Арлос, который сидит в крепости Адваги, дал мне с моими сорвиголовами особое задание. Установить передовую воздушную базу для операции Альянса. Результат это взлетная полоса. Скажу тебе, это было непросто. С всеми этими зверьми вокруг и землей, твердой как скала от мороза, но мы справились. И при том быстро. В любом случае, нам нужно было накачать много песка. И нефти для машин. Резервуары поблизости идеально подошли для этого. А часть песка даже обладает магическими свойствами. Любопытно, не так ли? Но это уже другая история. Так, мы выкачали большую часть воды и построили насосную станцию прямо посередине. Все вышло превосходно, пока в один прекрасный день главная труба не забилась. Это, типа, вернуться назад? Это вперед? Да, похоже на то. Не забывай, об этом я узнал позже, потому что не был там в тот момент, когда они запустили насосы. На подвергности показались куски робота, выглядевшего в точности как гном. Конечно, эти дураки работали день и ночь, чтобы собрать его, и ничего мне не сказали. Там не сказали. А после этого мы потеряли связь с насосной станцией. Через пару дней тишины я отправил на платформу разведчиков. Они не вернулись. Я послал еще одну группу на следующий день. С такими же результатами я потерял пару вертолетов, пытаясь провести разведку с воздуха. В этот момент я отправил кое-кого на юг. За помощью мы притаились готовить к худшему. Мы направили все свои силы на изготовление доспехов, оружия и роботов, чтобы мы смогли направиться туда в полной боеготовности. Когда мы это сделали несколько дней назад, то просто не поверили своим глазам. Что же там такое? Как я уже говорил, то, что мы там увидели, не подавалось никаким объяснениям. Моих людей не было видно. Вместо них была настоящая армия роботов и андроидов, которые сновали по своим делам. Все дроиды выглядели как гномы и сказали, что ждали нас. На самом деле, они, как ни странно, вели себя так, словно знали нас. Нас окружили и быстро повели наверх насосной станции. Там мы и увидели их предводители и узнали, что он делает с оставшимися гномами. Он называл себя механизатором механозодом. Когда мы прибыли, он был занят превращением выживших в механические существа. Он тепло приветствовал нас и объяснил, что он один из первых гномов, когда-либо созданных чем-то, что он называет великим зодчим. Титаном-смотрителем залов легендарного Ульдуара. По-видимому, он был той блокировкой, которую моя команда случайно вытащила оттуда, где он сломался тысячелетия назад. А так уж нам подтвердило, что построили насосную станцию прямо над ними. Ульдуар это что? Блин, в игре очень много названий на У. Ульдум, Ульдуар, Ульдир. Ульдуар это, который вот здесь вот рейд находится, в этой же локе, да? Блин, ну, будем считать, что да. Механики, работающие на станции, доставили его назад, вернули к жизни. А теперь, в качестве благодарности, он собирался помочь нам, излечив всех нас от того, что он называет проклятие плоти. А согласно оттолкованию механозода, это состояние, в котором в конце концов будут все создания титанов. Другими словами, мы все якобы рождаемся чем-то наподобие роботов, и через тысячи лет медленно эволюционируем создания из плоти и крови. Звучит абсурдно, я знаю. Это, кстати, я тоже знаю, то, что изначально тут были, как бы, титаны, которые были каменными, а потом их, по-моему, древние боги их прокляли, что они стали из крови и плоти. Вот, не помню, почему реально они так стали, но не все, по-моему, существа были изначально из крови и плоти. То есть, некоторые, по-моему, турыны и тролли, что ли, были изначально, как бы, этими на Азероте людьми, точнее, живыми. А титаны были нету. То есть, вот гномы, дворфы, люди, наверное, тоже. В общем, не уверен, но что-то такое помню. Это не выглядело, на мой взгляд, никаким исцелением, и я не собирался стоять и слушать кого-то безумного робота, пока он уничтожает моих людей. Мы сделали то, что сделал бы любой нормальный гном на нашем месте. Мы убежали. Ну, точнее, большинство из нас просто достигнуло с площадки. В общем, можешь себе представить. Немногие из нас смогли вернуться сюда, и нас по-прежнему на всё не хватает. Нужно справляться с магнатаврами на севере и сплететь на востоке. К тому же, на северо-западе только что восстановились ордынцы. И вот где мы сейчас, страйдеры, да. Мы никак не можем справиться со всем этими сами. И, честно говоря, мне как-то не по себе. Джинки знает, что нужно делать. Тебе следует пойти и повитаться с ней. Я лишь надеюсь, что ты сможешь вытащить всех нас из этой заварухи. Не вреди. Что ты сказал? Что? Так, всё, теперь надо поговорить с этой Джинки. И это не ты. А, вот это рост. А, вот это рост. А механогномы. Что, старикан прислал тебя ко мне, да? А что, к чему объяснил? Хорошо, тогда за дело. Перепроклятие. Если ты выслушал старика, ты знаешь, что у нас тут есть гномы, которые изменились. Механизатор механозод заразил их чем-то, что отменяет проклятие плоти. И теперь они сделались роботами. Мы думаем, что знаем способ перепроклясть их обратно, чтобы они снова стали нормальными. Возьми вот эту перепроклинательную передачниковую инъекцию используя ее на трупах механогномов, которые тебе встретятся. Мы надеемся, что эта штука их исцелит и позволит нам отправить их отсюда. Что скажешь, а, Продан? Скажу, откуда у вас эта штука уже взялась, как вы так быстро все сообразили, как сделать надо. Это телепорт? Нет, не работающий телепорт. Вообще, это, по-моему, телепорты, которые можно юзать, и они куда-то телепортируют. Телепорт телепортируют. Так, это кто? Умейка шестикрут. Рады тебя видеть! Грязные, вонючие снобальды. Опа! Сюда, снобальды. Грязные, вонючие снобальды. Они разворовали все мои припасы. А, ты спрашиваешь, что такое снобальды? Это те же кобальды, только они служат магнотаврам. Вроде как заботятся о них. Странно, да, я знаю. Но, это все не важно. А не согласишься ли ты мне помочь? Я знаю, куда эти мерзкие крысы влокли все мое добро. По делам мне, нечего было рассчитывать, будто на северном конце полосы припасы будут в безопасности. Окажи услугу и сходи на север. Вы дурацкий магмот. А если принесешь мне мое добро, я долго не останусь. И еще увидимся! Так, по карте все тут. Ха, блин, карта открылась. Здесь у нас гномы, здесь вещи. Я хочу к снобальдам. А, помню, в Хардстоуне были тоже снобальды и ей. Если обычные эти кобальды говорят не трогай свечу, то снобальды говорили в Хардстоуне не трогай снежок. А, что такое с при... дачником? Дачником? Мордал шестеренок. На востоке повсюду валяются запчасти у жгучих прудов на поле гейзеров. Да, они, наверное, даже на насосной станции валяются. Принеси мне их, да побольше. Может, мне все-таки удастся наладить телепорт отправки в этой штуковине, не говоря уже о том, чтобы состроить порты приема. А, не хотелось бы новых несчастных случаев. 15 запчастей. У него, кстати, там карта Азерота. А, какая версия? Только это восточный Калимдор. Не панд? Ну, панды, понятно, панды еще тогда не было, но нету Нордскола. Ну, и всех остальных, естественно, будущих наполнений. Так, эти, а, это прямо здесь, кстати. Что-то немного дальше придется идти, но нет. Это, видимо, их насосная штука. Так, караульный робот. Стоп, что-то я не понимаю. А где? Так, запчасти вижу. А гномы где? А робот, а почему все они это враждебные ко мне? Типа, от меня тоже защищают? Это манипулятор? Много в землю, кажется, воткнулся. Так, что-то не нравится, что они враждебные. Мне очень не хочется попробовать сагрить эту штуку. Что будет? Внимание, всем поставим, внутри периметра обнаружен человек. На тебе, блин, человек у него обнаружен. Ну, что-то всем поставим кофе. Внимание, тревога, нападение. Жить, озвучка, сейчас понял. Круто, помню в... Внимание, а это как называется, на бригаде такие чуваки ходили, и они могли подойти к вам со спины, пока вы там в пати убиваете каких-нибудь чуваков, вот, и начать бить тревогу, тогда агрится весь инст на вас, и можно сказать, это пайп. За этими чуваками я приходил следить. Так, а что ты не зултался, почему? Добычи нет. Чё, горишь тогда? Так, это мой какой-то ключ вроде выпал, что это такое? Ультразвуковая отвертка, очередной шедевр гномской инженерии. Ультразвуковая отвертка, в механических недрах машины, которую вы только что разобрали по винтику, лишала странная вещица. Выглядит довольно сложным распособлением. Ясное дело, кто-нибудь на взлетной полосе с удовольствием посмотреть на это. Может умейка шести крут? Я прям сейчас ей сходить отдать? Мне кажется, просто могут быть еще такие отвертки. Не знаю, ну давайте отдадим. Возможно, она сейчас даст нам делик на сбор таких большого количества таких отверток. Моя отвертка, ты нашел мою отвертку? А я догадал, куда она занималась? Говоришь, она была в одном из роботов? Это наводит мне на мысль. На какую? То, что роботы украли отвертку, отвертку в нем? А я не слуга. Ультразвуковая отвертка это суперинструмент. С его помощью с механизмами можно делать что угодно. Возвращаться к прудам и обезвредить несколько роботов механозода, а затем поковыряться в их останках нашей отверткой. И могу поручиться, что они перейдут на нашу сторону, хотя бы на короткое время. На механогномов это почти наверняка не соподействует, так что даже не пробуй. Да и если захочешь вытащить из роботов окей это намек на то, что латать надо заранее. Окей, это квест, кстати, который мог прямо сейчас пропустить, если бы не пошел сдавать. Ну, что это такое? Это камера. Это видео наблюдение. Как-то слишком много всего для камеры, зачем так извращаться? Так, мне нужно успешно проклятых гномов проклинать гномов, которых что-то не вижу и собирать штучки и перенастраивать роботов. А, вот, он живой, и вы его получается убить надо. Потому что там было сказано, мертвым надо их как бы переклинать отвертка. А почему такой маленький? Не был на службу господин. А можно побольше? Там как бы побольше был. Так, а где второй? Вот этот второй. Так, ну пойдем к тревогу Бода, посмотрим, что он умеет делать. Ну ты, кстати, не считается прям полноценным питомцем, то есть мы им управлять не можем. Может, он с Али накладывать сумеет? А этих я могу перенастраивать? О, а я даже роботов могу с этих. как они? Вообще они такие маленькие прибыл на службу. Э, болтайся? Так, механогном стоять. Куда побежал? Приди к совершенству вместе с нами, брат. Ага. Уже бегу. Небольшая армия робота. Пока небольшая, думаю, скоро будет больше. Так, я могу увидеть сразу трех. О, вернулся к этому. Он назвал это проклятием плоти. Механоз свихнулся. Но, но, я был идеальным. Идея, кто ты? Что это за странное ощущение? А, тебе туда. Они телепортируются почему-то? Неясно почему. Так, это движет у меня, Получается, механогномов уже добавили в лече. А, в бфа тогда какие-то дома добавили. Или там другие. Или точно такие же. Так, чё-чё не кликается? А, потому что здесь это не я. Ну, я на себя кликаю, куда-сюда ты кликаю. Это почему-то трупы здесь, а хитблокс там. Так, вообще я снимала, собираю. Стоп, вещи, умейки, это что? В другом месте всё. Мне не надо пока. пусор работ. По-моему, я не помню, как выглядит просто боссы в гном рекане последний. Как минимум, там точно были такие же роботы. По-моему, даже один в один. Что-то в гном река захотелось. Правда, это такой супердолгий инст, не особо хочется в нём ходить. В классике. Актуально, не знаю, они тоже не хотят мне фотопринсталь ходить просто так. Хочется просто побегать по гном рекаму, смотреть снова на этих гномов. Так, это Аши-2. Чё он там на идеальном это уже было, да. Да, там и пауки такие были. Я помню. выстрел. По-моему, босс, кстати, да, 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 там ещё босс был, который тоже на этом, чтобы этой штуке съел. Блин, небольшая армия роботов. Кстати, а по-моему, охотники могут приручать себе каких-то механических созданий. Они, наверное, по-моему, не роботоподобных могут приручать, а этих животноподобных. То есть, всяких собак-роботов. Там вроде нужен айтем для этого специальный, но он вроде дорогой. Пытался это сделать. Но у меня ничего не получилось. Так, аккуратненько забираем. Блин, почему нету класса, который умеет использовать роботов реально? То есть, у тебя питомец-робот. Получается, класс нужен, да? Чтобы был с роботами, да. Точно, да. А как бы этот класс назывался? Механогном? Это Механогном. Блин, то есть, у тебя там вот и маунты, может быть, обилки, которые садишься в робота. Вот есть же у большинства классов какая-то суперсильная обилка, который ты прижимаешь в длине селевроны. у этого класса с механизмами была бы опилка сесть в робота. Блин, Близзард какой-то хрень прям, у тебя, блин, дракониды. Кому вообще эти дракониды нужны? У них ничего абсолютно нет. столько всего можно было прикольно давать, механизмы прикольные, класс на этих механизмах захват за этот работающий слезняки. Это причем знаете, наверное, был бы класс самонеров, как вот и всякие самонеры, и это тоже по типу того. слезняк, а, это этот питомец, битвы питомцев строить. У меня правда питомцев нету. Мне не особо понравились битвы питомцев, они довольно скучные, долгие. эй, слезнюк. Ну, у него еще левел огромный, нет, он не одолеет. Я, кстати, не знаю, как питомцы теперь с автолевелом работают. Что вот у него сейчас 22-ой такой же, как у меня, но у меня у питомцев какой, потому что я их брал как бы в этом в старом дополнении. Как они заскейлились по итогу? Так, этих сделали, этот остался один, а запчастей еще много, кстати. запчасти я сам собираюсь, там все много останется. Так, ты же мне нужен? еще один нужен. Давайте вот это заберем. У меня эти чуваки вообще я делаю что-то или я реально что-то показываю? У меня интерфейс плохо настроенный, я не вижу, что они должны делать. Потому что они просто бегают. Один вообще умер. Или нет, умер? У как них есть урон? нету урона вроде. Либо здесь просто не отображается. У меня по идее панелика, которая показывает там, я так понимаю, это панелика питомцев, если ими можно управлять. Появилась бы она, и она у меня вроде здесь должна управляться. у это что такое? А, мы там кстати тоже должны да, там тоже квесты делаются кстати. Здесь у меня желтый, здесь тоже куча насосов, еще такая дистанция. Эй, прикольно здесь. Так, я смогу пойти его и собрать там лутик. Это сколько у меня 3 еще осталось? Ну ладно, давайте я собираю и пойдем сдавать эти квесты. Так, мы еще один квест здесь не делали, но давайте его на потом оставим. Давайте сделаем пока то, что сделали. Так, у тебя мы переключали роботов, подчиняли себе. Ух ты, и отвертка тоже осталась целенько, целехонько. Эти перепрограммированные роботы будут нам чрезвычайно полезны, в борьбе против механозода. Полагается, заслуживаешь за это небольшой награды. А, у меня пасть, нельзя трансможен, ну ладно. Так, это лучше моих ноги. Мы сейчас эквипнем, то надо будет трансмог поменять, продать лишнее, так же, не забыть. Что такое с передатчиком, передачником, это на собрать. Подобиться много запчастей, чтобы заставить эту штуку работать. Скажи, вы ведь достали все, что нужно, да? Прекрасно, воин, отличные запчасти, в вполне рабочем состоянии. Теперь надо только придумать, как же починить эту штукенцию. В поисках бикси. У тебя репутация настоящего героя, а у меня опять проблема. Мой начальник Тинки отправился с бикси винтодер новосток, а я не могу добиться, чтобы выхлоп на этой штуке шел как следует. Тинки единственный, кто может это поправить, а нам обязательно нужно, чтобы все на 100% работало. Как думаешь, тебе удалось бы их найти? А бикси говорила что-то о следовании за какими-то старыми магнотаврами к месту под названием Кельи Смерти. Кстати, возможно, там, где у нас квест сейчас. Поздравляю, там-то ты их и найдешь. А можешь отправиться туда, поговорить с Карой Тризеткой? Тризвездкой? Тризветкой. А у взлетной полосы Тризвездкой. Тризветкой. Ааа, не понимаю, что они пытались всегда вставить такие слова. Три звезды, типа? Три звезды. Вот и славно. Вот и славно. А, нет, блин, к сожалению, там. Ладно. Тут просто тоже какой-то квест с магнотаврами вроде был. Привет! Ааа, перепроклятие. Получилось, сработало. А, просто не верится, что тебе удалось спасти столь гномов. Столько гномов. А, как удачно, что ты здесь. Столько. И тогда, на шесть гномов так-то спас. О, такие у меня уже были. Старые плечи. Смерть роботам. А, ладно, думаю, все готово к последнему и решительному бою. Но, прежде чем уничтожить механизода, тебе придется ликвидировать его помощников. Их зовут Шатунишка, Е210, Макс Шмякс и Шлифовальчик. И находятся они, соответственно, на западной станции, северной, средней станции и южной. А, чтобы выманить их наружу, просто открой клапаны на станциях, чтобы нарушить их работу. А найти их не трудно, там будут вращающиеся мальчики. Ну, сейчас очень много кататься, я так понимаю, надо будет. Или нет? Что он только в одном показывает? Я подозреваю, что он показывает просто на этой карте только в одном. Вот так мне надо сюда куда-нибудь. Стоп, а относительно чего смотреть? То есть, здесь, здесь, здесь и здесь где-то, да? Так, ладно, это, наверное, потом оставим. Идемте сюда. Так, вроде... А, нет, стоп, еще один, просто вижу. Но не вижу. Так-то вернуться вроде надо. Да, это в башне. Привет! Это еще какое-то задание. Поиски пилота Штопора. Я должен был сам лететь на это задание, а не то, чтобы я не доверял Штопору. Вовсе нет. Черт, а он был лучшим ведомым, с которым я когда-либо летал. А нет, все дело в том, что выполнение такого задания моя обязанность. А я послал Штопора с нашей самой быстрой разведгруппой, чтобы собрать информацию о деятельности нерубов в центре поля гейзеров. В их последнем донесении значилось, что группа находится у прудов далеко на юг и чуть западнее нерубских воронок. Найди Штопора, Родан. До скорого! До скорого. Так, это где-то здесь? А, пойдемте сначала... Ну, блин, там точно. Мне там надо вещи забрать. А, пустите. О, а че роботы ходят по полосе. Тут самолет пролететь не может. А, он его тащит, лол. А как он летит? Он может лететь как бы так? Не, это не взлетев, на такой скорости. Нормально? Или это, типа, роботы, эта штука его и поднимает воздух? Нормально у них такие технологии. Блин, какие же крутые самолеты. окей, фонарик стоит. Прикольно, все сделано. Так, и нам куда-то туда, к магнотаврам? Видимо. Так, не уверен, где подъем. Это что? О, это магмод-сокрушитель. А, припасы. Так, это не снобальт. Мне обещали снобальтов. Поднимай, снобальты. Так, это тотем. А, вот же снобальт, да? Нет, это магмод-шаман. Или это и есть снобальт? Да, это снобальт. Шаман. Так, шаман, потенечки твои уберу. Что-нибудь скажет? Блин, он ничего не говорит. Ну, где эта фраза не трогай снежок? И так я ждал, блин. Этого может быть еще не те, а может быть будет зимняя локация, где будут совсем зимние. Потому что на арте с его картой он находился в зимней локации. Так, там ящик вверху, разберем его. О, где на шары мне тут не надо, блядь? Так, ну убивать мне их не надо, мне надо только лутать ящички. Ящички, я думаю, они не дадут мне просто так залутать, да. А, эту магма, магма, трегар, чай, чего? Ничего, не понял. Ты на снобильском, что ли? Блин, большой ходит. Но он не элитка, я его легко убью. Но я все равно связаться не хочу. Моя, тут все зубо, я? ай, чё, видно. Убер, памятники. Это, кстати, у этого фп, это очень многовато. Блин, сагрился. Да, мы бы уже стали подольше умирать, не то, что в начале. Хотя, может быть, это магии в начале очень быстро умирали, а это типа не магии, а войны. Ой, здравствуйте. Я вас не заметил, вы же не будете агриться у меня? Да, это, я думаю, который здесь ходит, но это другой. Тут их много, видимо. Возможно, на них у меня тоже будут квесты в будущем, но пока у меня квестов нет, поэтому просто уходим от них и связываемся с этими огромными чуваками. Так, на ящике, да, каждый кобальт охраняет по ящику. Магмант добытчик. Факел у меня фигачит еще чем-то. Каким-то маленьким топором. А, это хвостик, хвост вроде бы. Стоять. Да, это хвостик. Ну, ты не совсем, мне кажется, те самые снобальды, которые в фортстоуне были. Думаю, будут еще. То есть, это один из подвидов. Тоже добытчик. Убрать два типа шамана добытчик. О, там вижу много ящиков. сразу два. Ну, добычки. Ясно. А что, какие-то выпали. Ну-ка. А, ну, блин, кольчуга. А, что? А чем от моих отличается? Стоп. А, вот. А, это мои почему-то другие. Так, стоять, мне чем напал. Странно, я не понимаю. Мне кажется, там что-то не так отображается. на мне сейчас коревые перчатки, потому что... А, да, трансмак забыл про него. Но бывает. В общем, да, это получается как раз на перчатки. Так, а я можно не связываться с большим количеством? Мне последний ящик. А, там квест. Тихо. А что за квест, а где взять? Это в пещере? Это у меня внутрь идти или... Нет, ну, блин, снизу показывает. Может, снизу там в прудик? Это надо в прудик спуститься вниз? Или все-таки в пещеру пьет сейчас идти? А, ну, надо выполнить все-таки квест. Ну, ладно, чуваки, быстро умирают все равно. Заглянем в пещеру. Если увидим что-то в пещере, потом сходим в пещеру сейчас. Просто я думаю, что мне могут дать квестного и их убийство. Так, давайте хотя бы убедимся в пещере, Леон. А, еще ниже? А, они в пещере. Нет, в пещере. А, есть куда вниз спускаться. Не, мне кажется... Я начинаю думать, что они все забыли обо мне. А ты кто? А, там гном сидит. Как бы это... квестов побольше получить, чтобы... Мне кажется, это сопровождение квест, может быть. А, давайте попробуем сдать этот. У меня в любом случае здесь больше убивать никого не надо. Если вдруг что, вернемся сюда на всякий случай меточку, чтобы не забыть. И просто спустимся, заберем квест, если сюда больше никто не поведет. Мне кажется, может быть еще просто квест на убийство магнотавров этих. Давайте посмотрим. тогда будет удобно и сразу магнотавров и квест. Блин, я подозреваю, что это сопровождение все-таки квест. Но гном стоит довольно как-то свободно, как будто его не... Хотя, как он напал. Ну что, все, мой припас целый, воин. Я без этих вещей копить рук. Ох, Родан, какой же ты молчина. А вот и обещанная плата. Ладно, нет, не тот, мне кажется, квест. Так, что у нас? У нас квест на эти штуки, но это очень много бегать сюда. Мы тогда сейчас тоже вернемся еще здесь у нас. Ага, ну много квестов. Поиски пилотов. А, еще и пилоты найти, да-да-да. Ну, короче, да. Что вообще много делать. Стоп. Не, короче, все нормально, окей.